Приветствую всех, кто смотрит Freedom. Я Сакен Аймурзаев. И сейчас будем говорить о том, как в России ведут пропаганду войны среди детей. Около 2 миллиардов рублей планирует Кремль потратить на закупку беспилотников для московских школ. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок Российской Федерации. Стартовая цена, которую планируют потратить на это нововведение, составляет 1 миллиард 700 тысяч рублей или 18 миллионов 300 тысяч долларов. В списке необходимого оборудования FPV-камеры, шлемы для управления квадрокоптером, макеты-тренажеры, модули навигации, набор для ограждения полетов и ремонтные комплекты, а также учебные пособия по управлению дронами, инструкции по техническому обслуживанию и прошивке таких аппаратов. Отмечу, что с прошлого года в российских школах на уроках начальной боевой подготовки дети уже изучают основы боевого применения дронов. Это было личное требование Путина. К 30-му году в России планируется подготовить более миллиона специалистов по управлению дронами. Примерно по 2 миллиона молодых людей в месяц привлекает Кремль на так называемые патриотические мероприятия. Об этом пишут важные истории со ссылкой на Федеральное агентство по делам молодежи. Это почти половина от общего числа российских студентов и в два раза больше, чем в довоенный 21-й год. Организаторы таких мероприятий строго следуют кремлевским методичкам, рассказывают молодежи о достижениях государства и героях так называемой СВО. Также российских детей активно привлекают в патриотические центры воин. Там подростков учат стрелять из автоматов, управлять дронами, рыть окопы. Примечательно, что многие студенты и школьники участвуют в таких мероприятиях не по собственной воле. Так, в Перми студентов заставляют идти массовкой на акцию памяти погибшим в Доме профсоюзов в Одессе. Воронежских студентов сгоняли на встречу с Екатериной Мизулиной. Учащихся НГПУ принуждали участвовать в викторине «Новосибирская область в истории России», которую правительство Новосибирской области организовало для повышения явки на выборах президента России в марте 2024 года. Наша гостья Екатерина Рашевская, эксперт регионального центра прав человека. Я вас приветствую, Екатерина. Добрый день. Почему так важно для путинского режима привлекать к милитаризму молодежь и детей? Потому что Путин и его режим готовят себе новых солдат, которых они могут использовать в своих агрессивных войнах. И этот год, 2030, он не впервые фигурирует в каких-то стратегических документах, в том числе в документах военно-патриотических молодежных движений, к примеру, ЮН Армии, через систему которой россияне планируют подготовить от 10 до 15% всего состава своих вооруженных сил, то есть за счет детей. Я хочу напомнить, что ЮН Армия очень агрессивно действует на оккупированных территориях Украины, туда заставляют отдавать наших детей. И потом мы видим, как через некоторое время эти уже не дети берут участие в вооруженных действиях Российской Федерации. Поэтому это еще один знак того, что Российская Федерация не остановится, у нее нет никаких намерений, чтобы останавливать этот вооруженный конфликт. Она продолжит свою агрессию и, возможно, не только в Украине. Екатерина, а можно ли распропагандировать детей после всего, чему подвергаются они в России и на временно оккупированных украинских территориях? Мы должны посмотреть на примеры из других государств, где, к сожалению, также была практика милитаризации детей, их вербовки. Это практика детей-солдат. И, как мы видим, что есть специальные программы для того, чтобы детей реабилитировать и реинтегрировать их в обществе. Поэтому да. Но также нужно обратить внимание на то, что очень часто среди международных преступников есть те лица, которые в детстве были сами жертвами этого принудительного вербирования. Они были детьми-солдатами, а потом во взрослом возрасте совершали военные преступления. Этот факт их никак не освобождает от ответственности, но мы должны понимать все негативные последствия такой практики. Именно поэтому сейчас и Украина, как государство, и неправительственные организации, мы пытаемся на международном уровне продвигать идею о том, что такая деструктивность политики, такие негативные аспекты ее в будущем детей, они должны быть пресечены, и эта политика должна быть остановлена, наказана, и виновные лица должны нести ответственность. Потому что индоктринация и милитаризация детей — это не что-то о внутренних делах государства. Это как минимум нарушение прав ребенка, и это, что касается украинских детей на оккупированных территориях, международное преступление. Екатерина, мы часто рассказываем о том, как в России непосредственно в школах присутствуют ветераны, так называемые СВО, по сути военные преступники, которые ведут особый курс, особый предмет обязательный по российской школьной программе. А как с этим обстоят дела на временно оккупированных украинских территориях? Туда тоже в школы приводят ветеранов? К сожалению, то же самое. Да, есть и так называемые ветераны, также, к примеру, в упоминаемом вам центре воин, и в юнармии тренерами есть лица, которые ранее совершали преступления, к примеру, в Мариуполе, либо же в других украинских городах. И поэтому дети под их влиянием также начинают быть милитаризированными, они начинают верить в эти российские нарративы о том, кто там сколько лет бомбил Донбасс и так далее. Мы должны понимать, что уже на международном уровне практика вовлечения таких лиц с милитаризированным прошлым в образовательные процессы уже была признана нарушением прав ребенка, потому что так и не может быть. А когда мы говорим о военных государства-агрессора, что касается образования украинских детей, это чистое нарушение их прав. И поэтому, когда Российская Федерация пытается этих людей, которые совершали преступления, как-то вовлечь в учебную деятельность, она преследует единственную цель. Это просто, чтобы такие люди собственным примером, среди них, к сожалению, есть также те люди, которые в детстве сами были пострадавшими от политической индукринации и милитаризации. Я напомню, что у нас вооруженный конфликт с 2014 года, и поэтому некоторые дети уже выросли, стали взрослыми, некоторые из них уже умерли в этой агрессии, они брали участие на стороне Российской Федерации, некоторые из них сейчас продолжают учить украинских детей с новых оккупированных территорий повторять их поступки. То есть все это поощряется Российской Федерацией, она очень успешно имплементирует стратегии промывки мозгов украинских детей для того, чтобы превратить их во врагов, собственной нации. Это на самом деле очень опасно, потому что, когда мы видим россиян с оружием, которые берут участие в специальной военной операции, очень часто у них нет никакой иной мотивации, кроме денег. Но когда мы говорим о индукринированных детях, которым рассказывают о том, что эта война пришла, потому что Украина, какой-то там мифологический, киевский, нацистский режим виновен в этом, то такая промывка мозгов опасна, потому что она создает дополнительную мотивацию. И в этом всем Российская Федерация, конечно же, повторяет практики иных государств-агрессоров. Это начинают практики Янычаров и также практики нацистской Германии. То есть все это уже было, но, к сожалению, тогда международное сообщество не обратило должное внимание на такие практики, чтобы признать их отдельным международным преступлением. И сейчас мы пытаемся исправить эту ошибку. Екатерина, а ведется ли учет персональный, что называется, поименный, учет тех, кто ответственен за эту преступную политику в отношении детей, украинских в первую очередь, детей на временно оккупированных территориях? Ну, шире это, наверное, к российским правозащитникам вопрос, ведется ли там такой учет. Но если говорить о наших детях... Что касается наших детей и милитаризации на оккупированных территориях, то мы очень четко понимаем вертикаль виновных лиц. Начиная от высшего правительства и Путина лично, потому что очень часто он отдает свои приказы, на их основе создаются целые центры, либо же так называемые академии, как это Академия Ахмат. Но также в этой структуре есть и Шойгу, экс-министр обороны, есть и Кириенко. Там есть место отдельное для губернаторов различных областей, краев Российской Федерации, но также и так называемых голов Донецкой, Луганской народных республик, несуществующих, и также главы новых оккупированных территорий. Там также в этой вертикали иерархии, к сожалению, есть и украинские коллаборанты, но также очень много так называемых колонизаторов с Российской Федерации, которых отправляют в такую себе специальную операцию по милитаризации украинских детей, либо же по их политической индуктринации. И эти люди, экс-учителя, либо же работники образования в целом, они стоят директорами школ и потом держат эту школу под своим строгим контролем для того, чтобы просто дети превращались как можно быстрее в так называемых российских патриотов. Поэтому мы очень хорошо понимаем и действуем на поле того, чтобы этих лиц как минимум включали в санкционные списки. Поэтому, когда они видят свое имя и фамилию в списке Европейского Союза, либо же Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, то должны понимать, что это так называемая «желтая карточка», и после санкций обязательно будет криминальная ответственность и лучше остановиться сейчас, нежели потом иметь огромные сроки сидения в тюрьме. И тут нужно подчеркнуть, что если такие деяния, и когда такие деяния будут признаны военным преступлением, либо же преступлением против человечности, тогда касательно их не будет никаких сроков давности. И таким образом этих лиц можно будет преследовать до конца их жизни. Поэтому они должны понимать, что обязательно ответственность все равно настанет. Екатерина, вот одну информацию сообщу и обсудим с вами. Полицейские классы открыли в одной из школ Бурятии. Будущих силовиков будут воспитывать со второго класса, пишут с изданием «Важной истории». Восьмилетних детей планируют водить на экскурсии в отделение полиции, изучать строевую подготовку, слушать полицейских на классных часах. Основная задача, которую ставят перед собой силовики и педагоги, готовить будущие кадры для, как они говорят, защиты Родины. То есть выходит, Екатерина, они не только милитаризуют детей, чтобы из них солдат делать. Это весь спектр силовиков. Да, и полицейские, и, наверное, ФСБшников юных готовят. То есть это не просто про армию выходит. Абсолютно верно, потому что даже некоторые дети, которые возвращены под контроль Российской Федерации, с оккупированных территорий, либо же СРФ, они свидетельствуют о том, что либо же их лично, либо же их товарищей пытались вербировать не только российскую армию, но также и ФСБ, за это предлагали деньги им, их родителям. Поэтому, да, они себе хотят не только военных, но и силовиков. И это еще один аргумент в пользу того, что в Российской Федерации сейчас огромная демографическая проблема, и поэтому им цены украинцы не только как, и украинские дети, не только как будущее пушечное мясо, но также как людские ресурсы для того, чтобы решать иные задачи. И внутренние политики, и внешние политики, экономические задачи и так далее. Также я очень хорошо припоминаю случаи, когда в одном из так называемых лагерей перевоспитания на территории РФ украинских детей учили отбирать отпечатки пальцев. Это, наверное, для их органов расследования готовили кадры. Также, давайте припомним, как Следственный комитет был вовлечен в политику депортации украинских детей и продолжает быть вовлеченным. Поэтому, да, каждое силовое ведомство, также Министерство обороны, Вооруженные силы Российской Федерации, они нацелены на украинских детей. И на самом деле, как на мальчиков, так и на девочек, у них там нет никакой гендерной дискриминации, каждый будет годен для того, чтобы реализировать цели политики РФ. Спасибо вам, Екатерина, за это интервью и, конечно, за то, что вы делаете вашим коллегам за неустанную помощь и поиски украинских детей. Удачи вам в этом важном для всех нас деле. Спасибо. Екатерина Рашевская, эксперт регионального центра прав человека, была гостья эфира. Продолжение следует...